Ага, друзья, продолжаем, продолжаем, вот. Итак, вот эту переписку мне прислал виноградов. Что значит корейский? Хасанский – это от Железова. Нет, естественно, я не претендую, я же не страна, я живу в Сибири, и в Сибири его тут не было никогда, миллионы лет его просто тут не было, в центре Сибири. Вот, может быть, не так надо было ставить вопрос. Хасанский – это от Железова. Что получается? Евгений Грохскрис пишет, Лёха, Железов здесь ни при чём. Естественно, я не в Северной Корее не жил. Персик корейский, природная разновидность, дикого, сладкоплантного персика, ареал Северной Корее. А распространился по Собскому, в Хасанском районе Приворского края. Был одомашний, получил распространение по всему Приворскому краю. В ядовое наследуемое признаки сладкие плоды до 50 грамм. Правильно, двойная корневая система. Ну, насчёт двойной – это не так. Так, выдерживает понижение до минус 30 с бесснежными зимами. Правильно. Считается самым землостойким. Правильно. В 80-х годах прошлого века биолог Наталья Бродский, вот, начал популяризацию Тавида-Пирсика среди садоводов. От него кости попали к железу. Вот это уже неправда. Сейчас мы будем доказывать. У меня есть железные аргументы, потому что, если бы было от Бродского, и действительно у меня есть, допустим, абрикосы от Бродского. Я бы так и писал от Бродского. От этого не пострадал бы ни мой авторитет, ни его. Но случилось так, что здесь совершенно особая, уникальная история. Вот. Поэтому я решил это всё поправить. Итак, этот вид пирсика имеет теск-форму, кустовая, штаммовая. Правильно, подмерзают кончики, вот, кустовая. Не подмерзают кончики, вот, штаммовая. Используется в селекции южной пирсиковой для придания зимостойкости. Успешно культивируется в Хабаровске. Вот. Сказать, что это правда, это не совсем так. В Викторинбурге. Вот. В Саногорске. Это правда. Многие продвинутые селекционеры сеют кости пирсика и продают по собственным сортам. Вот. Вот. Понимаете? И получается, я зацепился за слова. Железу тут совершенно ни при чём. Сейчас окажется, что у меня речь... Всё здесь абсолютно правильно, с точностью до запятой. Речь пойдёт сейчас о другом. Это для меня очень-очень важно, ребята. Итак, вначале мы с вами окажемся... Вот. Ну, например... Вот. Ну, например... Ну, например... Вот здесь. Запоминаем. Первая фотография, вот любая, видите? 26 июня 2007 год. И здесь вверху написано, читайте внимательно. Вот здесь вот фотографии 2007, 2008, 2009 года. Это самый первый цвет фотографии, сделанный уже нормальным цифровым фотоаппаратом. Всё, что было до того, это было... У меня есть особая папка, называется «Лето». Вот. Вот она. Смотрите. Вот эти всё я фотографировал из... Вначале фотографии были обычные, пусть уже цветные. Но они были уже ещё плохого качества на бумаге. Вот. И тогда... Тогда... Это было, понимаете, всё до 2007 года. Итак. Найдём здесь есть фотографии персика. Ну, допустим... Допустим, допустим... Мне надо состыковать данные. Вот одна из них. Вот. Это персик, сделанный примерно в 2003 году. Вот, к сожалению, нету даты. Но, поверьте на слово, вы видите? Это не цифровый фотоаппарат. Это было до него. Так. Вот и тогда я экспериментировал. Вот этот персик, в принципе, привид к каприкосу. Первые мои. Вот этой девочке сейчас 30 лет. Посчитайте. А вот здесь посчитайте, сколько им было. Вот. Действительно. Фотография что-то не старинная. Чуть не искала старинная. Вот. Ещё не всё. Ну, пусть плохо видно. Ну, что делать? Цифровой. Нет цифровой фотоаппарат. Вот это тоже. Это всё. А, вот эти даты 23. Вот это я сегодня снимал. Семь 13 апреля. Вот это посмотрели. Патрография. Ещё не все. Вот. Чуть не сказал старинная. Патрографию делал сегодня. Но с этого. С бумажного. Это вносителя, скажем так. С бумаги. Вот. Ещё вот эту. Видите? Началка я не развернул. Сейчас я разверну. Мне надо развернуть. Повернуть вправо. Ага. Вот так вот. Вот. Вот это уже где-то 2004 год. Значит. Сейчас я вам расскажу удивительную историю. Но. Итак. 2004 год. А началось всё в 2001 году. То есть 23 года назад. Теперь смотрим. Это одна крайность. Итак. Эти персики появились у меня. А ещё не все фотографии. Давайте ещё парочку. Но как-то. Как-то не то. Ещё впечатлений нет. Сейчас. Ещё найду. Ещё найду. Ещё найду. Ещё найду. Это очень важно. Это для меня важно. Это мой престиж. Это мой престиж. Вот ещё одна старинная фотография. Старая. Старинная. Вот. Теперь так. Трёх начался позже. Постепенно. Нарастали урожаи. Персики я не укрывал. Смысла не было укрывать. Вот. Вот уже получше. Опять на боку. Поверачиваем. Левую. Вот. Пожалуйста. Вот они первые персики. Ещё раз говорю. Дата 23-й год. 4-го. 13-го апреля. Это я снимал сегодня. С этих бумаги. Бумажные. Вот это было, что было. И так. Всё началось в 2001 году. Теперь. Значит. Однажды. Я познакомился с Борисовским. Помните. Там звучало так, что всё пошло от Борисовского. И я получил от Борисовского. Сейчас я вам расскажу другую удивительную историю. Другую удивительную историю. Это будет вот так. Это будет вот так. Нам нужен примерно 2013 год. 2013 год. Вот видите. Бродский персики Приморья. Персики Приморья. Но тем не менее. Персики от Борисовского у меня замёрзли. Причём у меня даже следовать их не осталось. Это отдельный разговор. Но сейчас мы с вами будем. Знаете где. Сейчас мы с вами будем. Вот здесь. Объясню почему. Вот. Сейчас объясню почему. Итак. Вначале. Вначале мы попадаем ко мне на будущий. На будущий вебинар. Который будет состояться в понедельник. Какой будет понедельник? 17 часов. Вот. Так. И здесь у меня интересная тема получилась. Итак. А кто при чём. А кто при чём? Сводите внимательно. Вот. В 2017 году. В 2013 подчёркиваю. Я проводил в Москве семинар. Вот он. Семинар. Внимание. Вот это моя аудитория. Точнее два семинара. Три дня. Плюс три дня. Вот эта аудитория. И вот эта аудитория. Этого никто не отнимет. Вот. Значит. Гарант того, что я. Это главный редактор журнала. Вместе с садоводом. Реблика Алексея Ивановна. Алексей Александрович. Вот. Он берёт у меня интервью. Это моё первое интервью в жизни. Есть целый фильм про это интервью. Вот. Очень интересное интервью. Кому надо, могу выслать. Теперь так. Итак. 13-й год. Что случилось в 13-м году? Вначале мне нужно доказать, что это 13-й год. Вот. Как? Очень просто. Ну. Вот эти фотографии. Вот они. Вот они. Видите? Вот они. Вот они. А. Так как ребрик для меня самый главный авторитет. Вот. Всегда во все эти века он для меня был самый главный авторитет. Итак. Внимание. Ребрик. 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 Смотрим. Когда меня обвиняли в большинстве, да. Там 200 плодопитомников по всей России, а только России. Я показывал примеры из Украины, Белоруссии. Украли мои фотографии. Это исторический факт. Как проверять? Внимание, смотрите, я навел мышку. Просто навел и все, ничего не делал. Читаем. 15 февраля. Ой, я сказал, 13-й год? 12-й год. Я вот повторяю. 15-го. Внимание. 12-й год. 12-й год. Итак, что было в 12-м году? Это очень важный момент, ребят. Что было вот здесь? Я стоял на трибунде. Вот. И достал пакет с именами. До этого я печатался в газете Фазенда. До 12-го года. Я все время путаю. 12-й, 12-й. Вот. Я печатался в газете Фазенда. И однажды печатался там была статья Бросского. Вот. И вдруг он мне позвонил. И я услышал то, чего не мог услышать никогда. Как я считал. В то время я был известен больше, чем сейчас, 10 раз. Тогда садовосами интересовалась вся страна. Но фактически был изгоем. И Броскин произнес фразу. Я клянусь Богом. Я несколько раз сегодня буду кляться Богом. Почему? Потому что иначе попробуйте поверить. Он сказал, я биолог. Так. Я полностью поддерживаю все ваши агроприемы. А они, наоборот, все научные. Вот это меня подкупило. Мы стали дружить. Когда он узнал, что я еду в Москву, вот. Он не говорил, продай мои семена. Он или это совпало. А, Константинович, у меня лежат семена, мне они не нужны. Он в экспедициях был. А чего там только, конечно, несколько десятков. То есть, я даже запомнил, выиграть не могу. Все эти травы будущие, то есть, семена, растения, там, ляны эти, лянообразные, там, кустарниковые. Причем, кроме одного-двух, там был этот же самый, этот, амурский бархат. Вот у меня лежат амурский бархат, вы поверите, 10 семечек за всю зиму у меня купил один человек. То есть, сейчас никому ничего не надо. А тот несколько десятков. А я же говорю, Юрий Васильевич, прости меня, ну, я не могу даже посадить. У меня минуты нет свободной. Я с этим задыхаюсь, с тем, что уже нахапан. Вот. Ну, выбросил. И я взял этот кулечек, ну, такой солидный кулечек, и повез в Москву. И вот я стою на этой трибуне, так, вот Наталья уже фамилию забыл, она один из руководителей проекта, то есть «Железо в Москве», назывался проект «Семинар». Вот. И в начале, или, может быть, да, скорее всего, перерывы. Я застил кулечек, ребята, так получилось. Вот. Это от Бродского. Это он все дарит, потому что мне, а я вам, потому что мне не потянуть. Что вы думаете? Один из организаторов подходит ко мне, берет этот мешок, вот, спокойно, говорит. Следующий перерыв мне отдает 70 тысяч рублей. И говорит, это для Бродского. Я уже вечером выслал эти 70 тысяч рублей Бродскому, так, выслал. И произвел. А он жил на одну пенсию, больной, несчастный. Вообще настолько... Это было обидно. Таких людей надо в Красную книгу. А он уникальный садовод, грамотнейший, невероятно. А его это самое, он никому не нужен. Крыша худая, денег-то дрова не хватает. Все это мы проходили, помните. Вот. И Бродского вот эти 70 тысяч вдохновили невероятно. И тогда он начал собирать коллекцию уже абрикосов, персиков, метров. Вот тогда, 2012 года. Ну, практически с 2013. Вот, он взял заброшенные заимки, усадьбы. Даже была какая-то княжеская усадьба, была усадьба какая-то графиня. А там растекультурные абрикосы. Пусть слегка одичавшие. Мне там сто лет было. Сто лет. Представляете? И вот он начал мне присылать семена. Еще раз. Лечь, это все вы знаете. Я потом просылал вам. Вот. Я помогал ему заработать. Мы его спасли. Продлили жизнь на многие годы. Потому что мы собрали деньги на немедленную операцию. А не на плановую, на которой он бы не дожил. Просто бы не дожил. А мы собрали с вами деньги. Вот. Далее что было? Далее, значит, получилось так, что... Он присылает мне персики. Ну, он тоже против шлифта. Я их посадил. Они у меня замерзли. Первый год до земли. Второй год я их укутал. Вообще укутал. Вообще. Вот. Он тогда вообще не взял и не проснулся. Даже из-под земли не полезли ветки. Все. И теперь давайте возвращаться в ту самую. Итак, железо ни при чем. У меня эта фраза пощечина. Понимаете? Теперь что будет при чем. Итак, друзья. Вот. Сейчас выберу какую-нибудь другую фотографию. Какую-нибудь другую фотографию. Какую-нибудь другую. Вот. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. В то время, когда этот самый Бродский начал собирать семена. У меня это было до того. Сейчас. Это вообще до того. Сейчас может быть тут же и персики подвернутся. Вот, смотрите. Вот это мой персик. Клянусь Богом. Это мой персик. Смотрим на дату. 2007 год. А Бродский первую посылку выслал в 2012. Первую, подчеркиваю. Это для меня очень важно. Ну, давайте еще посмотрим. Вот. Вот это был тревог. Временный тревог. Потому что потом у меня с Аж Глиссадь. Я остался без денег. Вот. Снищи пенсии. И тогда, после этого, значит, я с каждого из этих вот персиков, с каждого из этих персиков, я срезал где-то по 50-70 персиков. И они все погибли. Но заначку достал из погреба. И все еще 2002 год. Все еще не был знаком с Бродским, подчеркиваю. Который якобы мне передал это все богатство. Это было за 5 лет. Вот это уже взрослые деревья. Вот они. Вот. Потом было горе. Потом С Аж Глиссадь. Потом я через кинулся с погреба. И все это возродил. И вот триумф пошел сейчас. Именно сейчас триумф пошел. Вот. Я умудрился даже персик сделать из этого, из наприкоса. Но это отдельно от кого. Вот. Видите? Вот королевский. А у него в этом крови персик есть. Я потом доказал это. Знаете, как доказал? Сказать? Ой, отвлекся. Отвлекся. Сейчас покажу. Отвлекся, отвлекся, отвлекся. Кстати. О, еще персик. Ну что, искать абрикос поеду? Или так поверите? Вот еще персик. А, вставь. Вот я говорю. Вот, конечно, сарая. А вы мне не поверите. Это уже приметы не на абрикос, а на сливу. Вот. Ну, я тут листаю, половину пропускаю. У меня вернище. Потому что мне надо вернуться к основной теме. А, вот, еще раз говорю. Это 2002 год. Потом 2008 год. И 2009. Вот. Вот, это персик уже в чужом саду. Вот, это товарищ его укрыл. А потом были командировки. Видите? У кого я в командировке был? Вот. У этого человека. Уникальный был организатор Талантович. Вот. Мои гости. А, ну-ка, какой гость? Ой, хорошо, что подарок подвернулся. Итак, в 2010 году. До семинара. До Бродского. Мои гости. Курдюнов и директор ГСУ Бойкова. Вот они. Вот. Ну, как их обмануть-то, может. 2010 год. Ну-ка, я персик им угощал. Вот. Внимание. Персик на селеве. Вот, с крыша сарая. И сейчас покажу. И скажу. Это моё. Вот. После этого. Что я должен сделать? Я должен рассказать удивительную историю. Невиданную. Невероятную историю. Вот. Невероятную. Вот второе поколение. Появили. Видите? Чувствуете, что где-то кровь персика. Знаете от кого? Вот. Королевский привит на. Королевский привит у меня на академика. Академик на лоджурце. Получилось вот такая гремучая смесь. Фактически. Это химера. Она забыла погибнуть. Но. Если это. Мне кажется, 10-й год. А, 2008-й год. Всё правильно. А нет, тут перемешка у меня. Видите, написано. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. Перемешались. Как я всё думаю. И тогда получается, что всё это чудеса, которые остались не уцелённые. А вот люди вот такие, которые говорят, что железов ни при чём. И второй фильм будет такой. Там чётко. Там человек, который абсолютно уверен. Вот его положи голову на плах. И скажи, откажись. Не откажусь. У железов 2 метра снега. А вот в Сибирь живёт. Вот и все его успехи. К этому мы ещё вернёмся. А пока давайте вот к чему вернёмся. Скажу сейчас. Ну ладно. Это всё-таки абрикос. Персик нужен. Сейчас. Сейчас фотографию персика найдём. Какую, какую, какую. Ну ладно. Давайте красивой девочкой. Это моя племянница Даша. Итак. Нет. Она мешает смотреть. Смотрит на меня. Я не могу говорить. Сейчас. Наверное, персик без этих. Без женских глаз. Заметьте, фотографию уже видели. Не укрытая. Мне даже Бога не надо краситься. Уже все знают, что мне не укрытая. Ну ладно. Пусть будет вот эта фотография. Ещё раз. Вот эта в торце на абрикосе прививка персика. А эта на сливе. Боку. То есть заду, скажем так. Ну давайте пусть будет эта фотография. Итак. 2001 год. Я рассказывал как-то духу. В конце концов я поклянусь Богом. Скажу. Да и сейчас говорю. Что если я наврал где-то. Гореть мне в гиене огня. Это самое страшное проклятие. Кстати, это пасханная неделя. Тем более не собираюсь ни врать. Ни это. Не преувеличивать. Не преувеньшать. Не собираюсь. Таким образом грешить. Вот. Самое страшное мне приписывается. Самое страшное грех церковник. Железом не клядись Богом. Это страшный грех. А мне выбора нет. Кто поверит, что вот это не укрытая персика. Итак. 2001 год. Ярыгина знают все. Национальный герой. Двухратный олимпийский чемпион. Вот. Мой земляк. Поселка Сизая. Вот. Поселки Сизая построили школу. Участвовал в школах и Ярыгин. Ярыгин после этого погиб. И в школе открыли музей. И в этом музее есть хорошенькая, как бы для учебы, есть комната там. Несколько десятков стульев. Позвонила мне уже после смерти Ярыгина, уже когда музей был создан. Итак, 2001 год. На улице 40-45. Это была зима. Самая страшная. За 40 лет, что я там жил. Самая страшная зима. Сизой 45. И вот позвонила мне Любовь Ярыгина, родная сестра нашего национального героя. Вот. Я уже в то время был известен. Так известен, что меня уже телевидение несколько раз показывало. Вот. Абаканская, Красноярская и наша с вами Вашка. И тогда она сказала, Григорь Михайлович, мы хотим открыть школу. Не чисто садоводческую. Мы хотим учить людей всему. Рукоделию, живописи, фотографии. Я попал. Я согласился. Добираться было трудно. Когда на лодке. Когда пешком через строящийся ГЭС. Майскую ГЭС. Вот. Значит, если везло, то на пароме. И тогда я с трудом добирался. Я получил за это подарок невиданный. Персик-Казанский. 2001 год. Вот как? Сейчас расскажу. И вы поймете, что... Извини, брат Юрий Васильевич. Но я не то, что... Я просто бы молчал. Пусть кто-то думает. Но меня, считая там, после этой статьи. После этого, когда это попало в интернет. Сожелезово ни при чем. Получается, я все придумал. Бродский прислал там косточки. Просто косточки. Вырастил и все. Нет, ребята. 2001 год. Я провожу лекции. Моя доля, значит... Кто-то что умеет. А я провожу лекции по с удовольствием. И тогда была еще жива. Сейчас практически никого не осталось. Не молодые. 50-60... Считайте, 20-60 лет прошло. 50-60-70 лет. Умные, грамотные. Это поселок городского типа. Там столько интеллигенции было. Ребята... Я был в своем кругу. Я наслаждался общением с этим временем. Там была одна пожилая женщина. У нее были такие стихи, которые пушки нанесились. Поверьте. Мы слушали ее. У нас слезы в глазах стояли. Это те, которые прошел еще войну и прочее. И так, друзья мои. Я, друг, читаю лекции, мне говорят. Есть у нас пожилая учительница. То есть учительница на пенсии. Дают адрес. На улице страшная зима. Страшная зима. Страшная зима. Я иду к ней. Здрасте. Пожалуйста, пустите. Я посмотрю там это. Я сразу говорю, это самое. Годом спустя, ну не годом, летом, у меня глаза были шире этих, чем блюдца. Я у нее еще замерзший, но шелковицу нашел. И сейчас эта шелковица тоже начала треугольное шествие по России как самым разъеком в мире. Представляете? Но персик – это персик. И вот она мне подводит к кусту и говорит, а он замерз. А снег это было сантиметров двадцать. А что такое двадцать сантиметров снега? Это маленький кусочек жизни. Представляете? И я от этого маленького кусочка жизни отрезал веточку. Я про это рассказывал. Но я сейчас получил пощечину. Самую настоящую пощечину. Железов ни при чем. Железов мерз, мог добираясь до этого, до противоположного берега, там 30 километров до Саиногоска, ну, двадцать с чем-то, добираясь до поселок Сизаев, в Лухомане, это уже Шушевский район, Морозы, вот такую веточку срезал. Триумф сегодняшний, триумф полнейший. Уже перешло в Белоруссию, уже перешло в эту самую. Уже скоро пойдет еще дальше, южнее. Триумф случился уже, вы про это знаете, Сумская область, у моего друга земляка, это уже Украина, вот, Валерия Александровича. Он ждет, когда кончится война, и он, все эти персики отправятся в Россию, как уникальнейшие вещи. У него, кроме персика, у него эти самые, персики хасанские, была зима, ну, пусть 27, но это тьфу для персика хасанская. Он плодоносил, как ни в чем не бывало. А канадские-то замерзли в Йоржесаду. Вот это было. И, наконец, получается, что деревья, 4-5 лет, значит, Бенского, Сумизинного, Макарова, Башкирии, и еще целая папка, то, что называется фотография Шеверсадов. Там еще полсотни, сотни фотографий еще по всей России. До Сахалина, вплоть до Сахалина это все имеется. Вплоть до Сахалина. Я не помню, успел я перевести сюда или нет. Кстати, учитель за один год этого врача. Клянусь Богом, но это отдельная тема. будет второй фильм, вот там я еще чуть не сказал Павы Петревой. Там я еще себя покажу. А пока что получается? Получается, что Персик Хасанский, вот это вот то, что где-то у меня куда оно делалось, ретро, 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 что такое? Ретро. Есть ли тут ретро? Фото плодов, микры, спешики, клоны. Нет, я сейчас специально найду. Специально найду. Вот они, фото ретро. Вот они, видите? Вот это в разное время. Вот они растут. Не смотрите на эту дату. Это сегодня я фотографировался. Старые фотографии. 2007 года уже только цифровых фотоаппарат, я это доказал. Вот это чудо. Еще не все. Есть еще. Сейчас похвастали самые первые, самые первые, самые первые два Персика. Это какое чудо было, потому что мне в голову не приходило ничего укрывать. Где-то у меня, значит, еще есть. Где-то у меня еще есть. Ну-ка. меня задело моя мордость. Сейчас. Да, это надо искать специально. Там у меня послед, год за годом, как росли персики, начиная 2002 года. Вот. В 2001 я их сной привил. Вот это чудо случилось. Потом родилась у меня, пошли у меня эти самые. Видите? И все, так просто. Одна ветка погибла, вторая жива. И вот, когда таких у меня набралось, много наблюдений, родилась еще одна теория под названием селекционное клонирование железа. Железа тоже. Вот. И мне все-таки моя теся садила персики. Вот. А это тоже, сейчас скажу, какой год. Ну-ка. Какой год садила персики в 2009 году. Итак, 2013 2012 год. Знакомился с Боддером чуть раньше, но первая посылка получена была именно тогда. Это абсолютный факт. Вот. Гарант того, что как оно случилось, как первая посылка была привезена в 2012 году. Гарант это ребрик. Это уникальный человек, авторитет, лишь сам авторитет нашей компании. Вот для этого мне надо расстаться. Я надеюсь, что я доказал, что я не верблюсь. Я иду. У меня главное, что мне вот это письмо самое первое. Его прислал мне виноградом. Он не комментировал ничего, но представьте всех, которые когда-то мне поверили, которые помог мне разоблачить 100-200 плодопитомников и интернет-магазинов, которые украли мои фотографии. Огромное ему спасибо. Но он же не мог меня не предупредить. Посмотрите, пожалуйста, железов ни при чем. Леха Алексей Иванович железу ни при чем. И тогда, если он прав, так что, если именно отброского я получил, тогда получается, что получается, что я что-то не обманщик. От него кости попали в железу. Но ты-то откуда знаешь? Допустим, от него. Но ты этого не мог знать. Ты просто логически рассуждал. Логически. Так же, как вот этот человек второй, я снимал второй фирм, прекрасно рассуждал на тему железов, дух, металл, сняг. А тот самый почетный металл, металл, это я металл, почетный агроном, кандидат наук, уже фамилию, ему уже 80, поздравляли его, стукнуло. Но объявить, что железовские персики, ой, персики, да, кстати, персики, они не мерзнут, в укровом виде, у меня пообщается. Так как он же про абрикосы говорил. Абрикосы морозостойчивые персики на 10-15 градусов, даже культурные, по теории. Ну, да, он сказал, что саженцы железа, пересланные через Урал туда, в Европейскую Россию, померзнут, потому что у него теплее. И вот это вот люди, которые, они исходят от обратного. не потому замерзнут, что теплее. От обратного. Ага, раз у железов растут, значит, там у него тепло. Он ни при чем, он не занимался железовоселекцией, он не занимался, он не тратил здоровье, годы жизни, огромные деньги, свои собственные деньги на все это, доходя до нищеты. Нет, раз у него растут абрикосы, значит, там тепло. Раз у персика, конечно, уж персики идут, уже теплее, чем на Украине, уже все. Этот человек вроде бы серьезный, они не мыслят просто по-другому. Вот не может быть и все. Вот на этом я и заканчиваю. Высказался, как мог. Извините, ребята, но персик по Сибири, теперь по Европейской России, по Украине, по Белоруссии, по Казахстану пошли от меня, от железного. Ясно? От меня. От железного. Вот. И еще пару слов. Что она мне сказала? Как, откуда я узнал? Женщина этого, которая оказалась чудом, персики шелковица, и пусть практически замерзшая, но я ее продлил жизнь, она сказала, персик получил из Дальнего Востока, по ссылке, и называется он Хасадский. Вот откуда я взялся, он Хасадский. И это еще не все. А еще я обнаружил персик, который тоже такой же, ничем не отличаемый, полудочащий дерево. Я рассказывал, у меня фотографии, тогда это было раньше, статьи были. В поселке Майна, мне говорят, вот там есть знакомый, подъезжаю, вот он, персик, Владосин, не отличимый опять. Значит, и этот путь был. Согласен с этим. А Минусинский, который у меня, он немножко отличается. Приезжает Александр Алексеевич, уже мой Минусинский друг, привозит 20 сеансов персика. Он их растил в укровном виде, он их каждый год закрывал, получал до 100-150 килограмм персиков. Но однажды они их замерзли. А он, как чувствовал, мне 20 сеансов привез. На, пользуйся. И отдаривался. Помните ведра с абрикосами? И отдаривался. Вот. Как он бедно их возил, потому что приезжал на автобусе. Как он их вез в ведра полные абрикосов. А абрикосов у него не было. А персики были. А вот они замерзли. А у меня уже были 20. А 20 осталось 5. Ну, трюк-то какой. Вызвали тех, которые смогли. И по-разному. И телевидение снимало. Потом подберзали. И снова. И вот я сейчас показываю, что они живы. Они живы. Они самые на всяком мире. Наверняка разновидность Хасадского. Еще одна. Не зря, что он прочитал происхождение. Он так по-разному называется. Хасадский – это один из названий. Но я откуда мог узнать о первой жизни в смысле слова Хасадский. И узнал его для женщины. от пенсионерки. А теперь внимание. Эх, найти бы мне найти бы мне специально это дело. И КО НА. Ну, допустим, Божья Матерь. Наверное, самое это. Допустим, ИКОНЫ. Первую попавшуюся. Раз. Допустим. Тут их много. Ну, любую. Ну, вот какая. Какую выбрать? Какую выбрать? Ну, пусть это. Нет, это даже крупнее. Ну, пусть так. Пусть много икон. А вот ИКОНЫ ИИСУСа Христа. Вот. Понимаете, ребят? Видите? Вот кладу ее перед собой. Я железу. Хочу уйти. Скоро мне выходить. Я надеюсь, что мне работу дадут. Я не собираюсь там бездельничать. Ну, говорят, что, ну, может быть, свой срок отбуду где-то там в Чистилище. Может быть. Ну, кто из нас не грешит? Вот. Но когда-то мне дадут лопату, тяпку. Надеюсь, это, может быть, это не против Бога, что еще бы и секатор, еще бы и превосинус. Вот. И буду, надеюсь, работать в саду. Я бездельщик не собираюсь, даже если я заработал райский сад благодаря 40 лет. Первые годы, 13 лет в Норильске. Мы выпускали никель, комнату, нам приезжал. Человеки говорили, мало, нам надо. Мы решили делать крылатые ракеты, больше комнаты. Вот это была моя работа. Газители делали эти, сплавы для танков. Вот это было. И какая работа? Мне зря эти названия ордена не давали. А потом пах в Саиногорске и новая работа. 40 лет, 40-й год. Вот. И я заработал право работать в райском саду. Не отдыхать, не валяться, это не только нектар пить там где-то. Вот. А работать в райском саду. И я специально говорю, что все, что я сегодня сказал, что персик Харсанский распространился благодаря мне лично, вот, каким-то чудом я нашел эту женщину, но к этому меня кто-то привел, можно сказать, провидение, может быть, Божья воля. Вот. Но клянусь Богом. Вот. И пусть меня, я страшную самую клятву самую произнесу. Вот. Гореть мне Евгения не угодно и огненно, если это неправда, то, что я сегодня рассказал. До свидания, друзья. Я обязан был. Пусть меня ругают мои друзья, церковники. Пускай. Вот. Как иначе? Потому что поверить мне, это значит, во всех садах будут песни. Остановить запись. Продолжение следует...